Конечно, если вас длительное время беспокоит насморк или заложенность носа, или что-то из тех симптомов, которые, возможно, затрудняют носовое дыхание, заниматься самолечением уж точно не нужно, необходимо обратиться к терапевту, к семейному врачу, и после осмотра доктора, скорее всего, вы также будете направлены к лор-врачу. Почему? Потому что насморк, симптом довольно-таки неспецифический, бывает при различных патологиях, соматических, аллергический насморк, допустим, тоже нужно учитывать, поэтому будет, скорее всего, проведен ряд обследований, кроме осмотра специалистов. Обязательно, скорее всего, будет сделан бак-посев из носа с антибиотикокрамой, для того, чтобы исключить хронический ренит инфекционный, так как вазомоторный ренит это ситуация неинфекционного характера. Обязательно доктор вам порекомендует общий анализ крови, чтобы посмотреть, не повышены ли там эзинофилы, что может свидетельствовать, допустим, об аллергическом насморке, или, возможно, косвенно в общем анализе крови может быть выявлена какая-то другая проблема соматического характера. Также доктор порекомендует вам обязательно рентгенологическое исследование придаточных пазух носа, либо компьютерную томографию ППН, для того, чтобы исключить воспалительные заболевания, такие как реносинусит, это может быть какой-то хронический реносинусит, или острый процесс, допустим, либо визуализировать как раз носовую перегородку, так как искривление носовой перегородки это одна из самых частых причин развития вазомоторных ренитов, которые в свою очередь требуют довольно часто именно хирургического лечения. Что касается лечения вазомоторных ренитов, конечно, прежде всего все зависит от причины их развития. Допустим, если это рефлекторный тип ренита, то здесь зачастую достаточно исключить контакт с раздражителем. Допустим, если вы перестаете контактировать с шерстью животного, то через некоторое время этот условный рефлекс патологически он просто гаснет, то есть нет контакта, нет проявлений ренита. Если, допустим, фактор диска устранить мы не можем, допустим, мы не можем воздействовать на температурный режим за окном в холодный период года и ренит у пациентов постоянно в это время, значит, нужно максимально стараться адаптировать организм к низким температурам. Это может быть мероприятие по общему оздоровлению, то есть это закаливание, это хотя бы контрастный душ, это то, что может достаточно хорошо облегчить симптомы. Что касается ренитов гормональной природы, рениты во время беременности, безусловно, они проходят с наступлением родов и изменением гормонального фона женщины, но для того, чтобы облегчить проявление симптомов, необходимо обращать внимание на то, какое количество женщину проводят на свежем воздухе, то есть нужно рекомендовать и обязательные прогулки в дневное, вечернее время, влажную уборку помещения. Как вариант, все-таки нужно прибегать к симптоматической терапии, использование стероидных противовоспалительных препаратов для снятия отека слизистой носовых ходов сейчас разрешен, и эти препараты при беременности безопасны. Что касается медикаментозного лечения лазомоторных ренитов, необходимо сказать, что сосудосуживающие препараты, которыми часто пациенты снимают симптомы, зачастую просто перестают действовать. Есть пациенты, которые используют сосудосуживающие препараты по нескольку флакончиков в течение дня. То есть настолько выражены явления отека носовых ходов, что в принципе дышать они не могут и прибегают к сосудосуживающим гораздо чаще, чем в принципе это можно делать. Чем это чревато? Ну, во-первых, это чревато системными побочными эффектами. Кроме того, что могут развиваться головные боли на этом фоне, а также возможно развитие носовых кровотечений. Носовые кровотечения развиваются в связи с неблагоприятным воздействием на слизистую оболочку носовых ходов прежде всего и истончением сосудистой стенки. Также бывает, что пациенты, которые злоупотребляют сосудосуживающими препаратами, обращаются впервые к доктору не с насморком, а с жалобами на повышение артериального давления. И уже при сборе анамнеза удается выяснить, что пациент несколько лет непрерывно использует сосудосуживающие препараты. Поэтому вот эти детали сбора анамнеза, они очень важны для понимания дальнейшей тактики ведения пациента. Отказаться от сосудосуживающих можно. И обычно вазомоторный ренит, вот явление его уменьшается, явление отека где-то в течение от недели до трех недель. Но для того, чтобы пережить вот этот тяжелый для пациента период, зачастую назначаются стероидные противовоспалительные препараты. Допустим, это может быть маметазон, это может быть бодесанид. Не нужно их бояться, потому что это препараты местного действия, то есть они практически не оказывают никаких системных побочных эффектов, то есть они не влияют на уровень сахара в крови, цифроартериального давления, не оказывают влияния на изменение веса пациента. Потому что довольно часто такие опасения можно услышать от пациентов, когда ты ему говоришь, что это препарат гормоносодержащий. То есть это гормоносодержащие препараты местного действия, которые направлены только лишь на снятие отека в носовых ходах. И в принципе также они оказывают и противовоспалительный эффект, потому что вазомоторный ренит длительный, это все равно развитие хронической воспалительной реакции. Побочных эффектов зачастую они не оказывают, крайне редко, но действительно бывают носовые кровотечения, зачастую они не тяжелые, поэтому польза от приема препаратов превышает все возможные риски. Назначаются в среднем они где-то около 20 дней. За этот период зачастую пациенты чувствуют улучшение. Если все-таки улучшение желаемого не наступает, значит нужно просмотреть варианты лечения все-таки хирургического. Также не стоит забывать об использовании солевых растворов. Растворы морской соли, инстилляции, которым пациент должен проводить носовые ходы в течение дня, это избавит от избыточного скопления слизи в носовых ходах и облегчит носовое дыхание. Таким образом уменьшится потребность в использовании сосудосуживающих препаратов. Часто в качестве вспомогательной терапии прибегают к препаратам растительного происхождения, гомеопатическим препаратам. Но что касается растительных препаратов, здесь нужно быть довольно-таки осторожными, так как чаще всего идет сочетание вазомоторных ринитов с аллергическими, и если мы достоверно не можем устранить аллерген, то в принципе потенциально можем получить обратный эффект в плане ухудшения насморка. Что касается гомеопатических препаратов, здесь тоже бывает по-разному, то есть у некоторых пациентов эффекты есть, кто-то этих эффектов не отмечает. Ну, наверное, это основные группы терапевтических препаратов, которые используются для лечения вазомоторных ринитов. Что касается хирургического лечения, безусловно, основная методика это септопластика, это операция, которая используется для устранения дефекта перегородки искривленной, и очень часто после проведения операции пациенты забывают о таком явлении, как вазомоторный ринит. Также может использоваться еще подслизистая вазотомия. Это процедура, которая зачастую показана при длительном течении вазомоторных ринитов, вот как раз тогда, когда развивается именно уже гипертрофия и утолщение слизистой оболочки. Дает очень хорошие результаты, зачастую результаты долговременные, иногда повтора она не требует эта процедура. В тяжелых случаях, когда гипертрофия слизистой очень выраженная и вазотомия не дает ожидаемого эффекта, возможно проведение конхотомии, то есть это когда проводится полное удаление слизистой оболочки нижних носовых краковин. После этой процедуры слизистая восстанавливается заново, но она уже имеет нормальную толщину и зачастую явление ринита также уходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова